Здравствуйте! Вы смотрите новости первого Карагандинского в студии работы Динара Цартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Сотни родителей школьников не могут купить школьные учебники. Я уже приезжаю четвертый раз. Вот с сентября как начался я четвертый раз приезжаю со книгами. И вот так стою в толпе, ищу вот эти книги. Завершен эксперимент по выпуску выращенных в неволе беркутов в дикую природу. В рамках проекта «Внеси свой вклад. Сохрани природу». О результатах этого проекта с места события расскажет Амина Смакова. Еще 20 тысяч зеленых насаждений появится в шахтерской столице. Стараемся ради города, стараемся, чтобы город наш был зеленый. Учение свет. В Караганде нехватка школьных учебников. В книжных магазинах нескончаемые очереди и при том, что учебный год уже начался. Какие книги в этом году в дефиците и почему, узнавала Алина Акбаева. Одни обивают пороги книжных магазинов, другие перекупают учебники втридорого. Растея Раскулова, мать троих детей, приезжает сюда уже четвертый раз в надежде купить книги. Часы, проведенные на улице, в очереди пока не приносят результаты. Учебников для первых, седьмых и девятых классов в продаже нет. У меня трое дочки, мне нужно троим покупать учебники. И вот старшие учатся, младшие эти уже книги не нужны. И у меня они лежат, собираются как макулатура. И каждый год новые книги. Это столько денег, это столько... Теперь, например, эти старые книги, они лежат, их никуда уже. Ни той не нужны, ни этой не нужны эти книги. И каждый год это все меняется, это очень тяжело. Примерно, наверное, около 20 уже и стратила. Это и то еще не все книги купила. Вот сейчас еще буду докупать, если они только пришли. Еще неизвестно, они пришли или нет. Цены на учебники в этом году варьируются от 350 до 850 тенге. В книжном магазине рассказывают, в этом году ажиотажа нет. Однако очереди не уменьшаются. Люди по-прежнему остаются в поисках книг. Особым спросом пользуются учебные пособия нового поколения. В дефиците учебники для пятых и девятых классов. Поток людей в этом году намного уменьшился. Это связано, наверное, с тем, что учебники раздаются в школе, потом из класса в класс переходят. Поэтому только обновленные учебники, это в этом году касается третьего класса, ой, второго класса и девятого класса. Вот в этом году переиздаются эти учебники. Отметим, что дефицит учебников сейчас наблюдается во многих городах Казахстана. В Караганде реализуют учебные пособия порядка 18 магазинов. В отделе образования ажиотаж вокруг школьных учебников комментировать отказались. Глава ГАРАО захлопнул перед журналистами двери. Вы отказываетесь? Я отказываюсь управлять меня. Почему? Д – Нигде? – Солмин, басхажем, 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 басхажем. Однако спустя день, видимо, когда дела у руководителя отдела образования закончились, Дулат Жакибаев вышел на контакт с корреспондентами. Оказалось, главный педагог Караганды ситуация знаком, очереди в магазинах есть, но особой проблемы он в этом не видит. Перечень учебников и издательств утверждает Министерство образования. В городах лишь подчиняется указам. В целом обеспеченность по городу составляет более 98%. В то же время, да, конечно, есть очереди, дополнительные тетради, еще что-то. Когда мы в августе месяце начали мониторинг проводить по книжным магазинам, они ежедневно созваниваются с издательством, с Алматой, так как у нас большинство, почти 90% все издательства в Алмате. Вот с Алматы выезжают, ну, бывает там по дороге машины ломаются, еще что-то. Связь держим, но, к сожалению, как бы в компетенции отдела образования нет, чтобы определить, по каким учебникам, какое издательство. Ирина Камышова, Алина Акбаева, Габиден Куришбеков, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Завершен эксперимент по выпуску выращенных в неволе беркутов в дикую природу. Напомним, что в июне этого года был завершен первый этап проекта «Внеси свой вклад, сохрани природу». Цель – восстановить популяцию исчезающего вида хищных птиц в стране. Специально из Алматы наш корреспондент Амина Смакова. 5 сентября этого года были вывезены 4 беркута в дикую природу. Все это время, с самого рождения, пернатые хищники находились в специально построенных облеточных вольерах, где учились самостоятельно добывать себе пищу, наращивать мышцу и общаться только с дикой природой. Выпущенные хищные птицы были выведены в питомнике Сункар. Орнитологи подошли к этому с большой ответственностью. Враконьерство стало причиной того, что популяция беркутов с каждым годом сокращается, а ведь эта птица является символом Казахстана. Беркут вообще птица очень, можно сказать, что особенная. Она гордая, она сильная, она сложно размножается. Она очень осторожная. Поэтому к этому проекту мы подошли с большой ответственностью. Место, куда были высажены хищные особи, было выбрано не случайно. Птиц выпустили на волю в охотничьем хозяйстве Манул, 200 километров от Алматы. Это территория хозяйства Манул, которая охраняется. То есть въезд туда просто так въехать куда нельзя. Места очень труднодоступные, как вы видели, еще раз повторяюсь. Поэтому там наименьшие шансы, что птицы наших изловят там кто-либо, либо убьют. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Как я уже сказал, мы будем за ними наблюдать. По мнению опытных специалистов, проект «Неси свой вклад, сохрани природу» имеет хорошее будущее. Беркуты, выращенные в искусственных условиях, за короткий срок без проблем адаптируются в дикой природе и могут самостоятельно добывать себе пищу. Исходя из предварительных наблюдений результатов, которые мы получили на сегодняшний день, можно сказать, что наш эксперимент в рамках проекта по сохранению популяции и восстановлению численности беркута в Казахстане имеет будущее. И в дальнейшем он может стать одним из хороших методов восстановления беркута в Казахстане. Организаторы проекта обещают, что это не последняя работа по восстановлению популяции исчезающего вида хищных птиц. Уже в следующем году стартует новый этап этого проекта. По окончанию мероприятия были проведены небольшая экскурсия по питомнику и грандиозное шоу с участием беркутов. Участникам были показаны охотничьи способности хищных птиц. Профессиональные беркучи провели мастер-класс по дрессировке этой гордой непокорной птицы. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Асхата и Бедулов, Первый Карагандинский. Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. Далее короткая реклама. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Еще 20 тысяч зеленых насаждений появится в шахтерской столице. В рамках двухмесячника по озеленению благоустройства города Акимат района имени Казбекби совместно с карагандинским лесопитомником произведут посадку деревьев на территории всех организаций района. Это поселок Новодолинка. Именно здесь сотрудники Акимата района имени Казбекби производят сбор молодых деревьев для озеленения караганды. Так распорядился глава города. Эти саженцы наиболее адаптированы к местному климату, а значит процент приживаемости возрастет. В ближайшие несколько дней на территории всего Казбекбийского района пройдут высадку 20 тысяч саженцев клёна и карагача. Меруэрт Садуова – одна из тех, кто примет в этом непосредственное участие. Стараемся ради города, стараемся, чтобы город наш был зеленый. Дай Бог, чтобы они все прижились. Для города, в общем, стараемся. Сборы проходят на территории карагандинского лесопитовника. Как только ценный груз будет доставлен в угольную столицу, чиновники распределят молодые деревья по организациям города. Лесничий Эдвард работает в лесопитовнике около полугода. Предприятие занимается выращиванием разных пород деревьев. Молодой человек, инициативе городских властей рад. Уверен, деревья принесут пользу областному центру. К слову, карагандинский лесопитовник представляет все саженцы абсолютно бесплатно. Пришло письмо с обращением, сможем, нет. Мы, конечно, рады помочь. Сразу на уступки вышли, чтобы помочь. Акимат. У нас есть, тем более, материал. Почему бы не помочь? По словам Акима района имени Казыбекби и Рустема Кабжанова, кленок и карагачи – это природные деревья сырой арки. Они не страдают от местных перепадов температур и не нуждаются в особом уходе. Если посадка деревьев пройдет по плану, в дальнейшем сотрудничество с лесопитовником продолжится. В городе, как вы знаете, хоть кажется, что очень много зеленых насаждений, тем не менее, часть этого фонда уже старая. И необходимо каждый год производить обновление деревьев. Марк Брюшко, Жаслана Мадыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Балхаш снабжает камерами наружного видеонаблюдения. Пилотный проект внедрили в августе, однако инициатива уже принесла свои результаты. Благодаря камерам, установленным на фонарных столбах, удалось раскрыть больше десятка правонарушений. В настоящее время в городе Балхаш при активной поддержке и участии местного Акимата, ДВД области и частной компании внедряется пилотный проект по установлению камер видеонаблюдения. Акция под названием «Безопасный город» позволит повысить эффективность работы полиции и улучшить показатели раскрытия преступлений и правонарушений. С помощью камер видеонаблюдения на сегодняшний день уже раскрыто ряд преступлений, в том числе уголовных, хулиганства. Первые камеры начали устанавливать еще в августе. Сейчас их уже 38. До конца сентября планируется установить еще 22 камеры видеонаблюдения, а до конца года по всему Балхашу их будет уже около 200. Данные с видеокамер поступают прямиком в Центр оперативного управления, благодаря чему сотрудниками правоохранительных органов уже раскрыто 10 административных правонарушений, 9 из которых касались дорожных происшествий. Работа в данном направлении будет продолжаться. В перспективе будут расширены функциональные возможности системы. То есть, значит, дополнительно установлены программы по детекции, поиску, видео по изображению лиц, почет посетителей, обнаружение подозрительных объектов. Женщины региона учат лидерским качествам. На днях семинар провела Республиканская школа женского лидерства. Здесь сельских бизнесвумен ознакомились с новыми технологиями в сфере предпринимательства, а также инструментами господдержки. Экономическим и политическим продвижением казахстанских представительниц слабого пола занимается Союз женщин-предпринимательниц Казахстана совместно с одним из сотовых операторов страны. Подобные семинары прошли уже в четырех городах республики. Вслед за алматинками, жительницами, как читаю, пола Дара, основом ведения бизнеса обучились карагандинские женщины. В основном это предпринимательницы сельских районов области. На сегодняшний день прекрасная половина человечества задействована в основном в малом бизнесе в сфере обслуживания, общественного питания и туризма. Школа женского лидерства – своеобразный толчок к новым вершинам, рассказывает депутат Мажелиса Мируэрт Казбекова. Сегодня мы хотели сельским женщинам показать новые технологии, каким образом они могут сегодня использовать на селе интернет, для того, чтобы их бизнес процветал. Хороший раздаточный материал – это материал, который женщины могут прийти уже у себя на местах, поделиться этим материалом. И уже сегодня, в 21 веке, я думаю, что новые технологии будут способствовать тому, чтобы малый бизнес занял достойную нишу в нашем казахстанском бизнесе. Театр имени Сакена Сейфулина открыл новый сезон. Уже на днях артисты представили публике спектакль по пьесе Мухтара Уэзова «Айман Шолпан». Не стареющая со временем пьеса «Айман Шолпан» творчески оживленной артистами была тепло принята сообществом театральных зрителей. Сейчас артисты упорно репетируют, ведь совсем скоро они отправятся на гастроли в Павлодарскую область. В этом году зрителей ждет три премьеры. Помимо новинок, публике будут представлены уже полюбившиеся постановки «Ричард Третий», «Любовь женщины» и другие. Нужно отметить, спектакль идут с синхронным переводом. Акимы Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей заключили меморандум о сотрудничестве. И в рамках этого мы 14 сентября выезжаем с гастролями в города Экибастуз, Аксу и Павлодар. Поэтому сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы наше выступление понравилось зрителям. Прошлый сезон для театра Сакена Сейфулина был насыщенным. Актеры приняли участие в Белгородском театральном фестивале. Кроме того, творческий коллектив обменялся опытом с преподавателями Алматинской академии искусства. В 2014 году планируем представить нашим зрителям спектакли зарубежных классиков. Это такие, как Островский, Шекспир, Чехов. Мы хотим встретиться с нашими молодыми драматургами. Поэтому планов на будущее у нас очень много. Уже совсем скоро карагандинцы увидят на сцене новые лица. Лиды актеров пополнились еще двумя молодыми талантами. Руководство театра возлагает на них большие надежды. Миром Гульсал Кимбаева, Жаслана Мандыков, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Ничьей завершился матч между Саранским Гефестом и Столичным Байтиреком. Накануне состоялся 28-й тур Первой лиги Казахстана по футболу. Первый тайм обошелся без забитых голов. Счет был открыт лишь на 59-й минуте. Голом отличился 17-летний полузащитник Гефеста Амир Каримов. Гости из Астаны отыгрались спустя 4 минуты. Отличился Берег Шайхов. Итог 1-1. Гефест из Сарани занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. На этом мой выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Я напоминаю номер телефона нашей редакции 42-06-49. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова